Здравствуйте! Это программа «За неделю» в студии Егор Гурин. Сегодня, как всегда, мы подведем итоги и расскажем о том, что интересного и значимого произошло в городе за последние семь дней. Смотрите сегодня в программе. В Заречном появились автомобильные вандалы. Федерализация сработала не просто так. За неделю в городе покалечили две машины. В соседний двор два туловища пробежали. Рядовое хулиганство или месть соседей. Повредили всего четыре элемента. Кто лишил автомобилистов спокойного сна. Порядка сорока случаев повреждения автотранспорта. Будущие первоклассники. Я иду сегодня в школу, это вам не детский сад. 1 сентября в первые классы поступят около 500 детей. Объявляем конкурс «Первокласска-2014». Пока дошколята разучивают стихи, родители подсчитывают расходы. На констовар у нас где-то ушло порядка около двух тысяч. Сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Я для учителя, ну, в пределах может быть 500 рублей. Когда из школьных коридоров не выветрился запах краски? В комиссии посмотрели все учреждения, акты, все подписаны. Как к первому сентября готовятся учреждения образования? Мы получили и продолжаем получать новое оборудование. И чем будут удивлять первоклассник в День знаний? Весь город будет ждать своих учеников для того, чтобы поздравить. Заречный до нашей эры. Это действительно было что-то глобальное. Кто жил на территории города тысячу лет назад? Здесь находится памятник федерального значения. Какие сокровища скрывают земляные пласты? Захоронение находилось на месте вот этой клумбы. За полгода в Заречном зафиксировано 40 случаев умышленного повреждения машин. Неустановленные злоумышленники царапают, бьют и поджигают автомобили. Всплеск автомобильного вандализма был зафиксирован на этой неделе. От преступников пострадали три машины. Найти вандалов пока не удалось. Полицейские призывают зареченцев проявлять бдительность и рекомендуют оставлять машины на платных парковках или же вовсе в гараже. Чем и кому могли помешать припаркованные автомобили, разбиралась наша съемочная группа. Приедь пожарные чуть позже и огонь перекинулся бы на соседние гаражи. Машина вспыхнула средь бела дня. В гаражном кооперативе «Металист» машина стояла на проезде между последними блоками и вроде никому не мешала. Одной из версий возгорания был поджог. По прибытии к месту вызова обнаружено возгорание автомобиля открытым пламенем. На тушение был подан ствол «Б». Возгорание ликвидировано в течение двух минут. Предварительно причина возгорания поджег. По словам очевидцев, «Запорожец» уже долгое время брошен. И хозяин, если он еще имеется у сгоревшего автомобиля, вряд ли будет сожалеть. Что не скажешь о другом зареченском автолюбителе. Алексей Киреев свой «Ниссан» во дворе постоянно ставит на одно и то же место. Под дерево. Так машина и на солнце не нагревается, и из окна дома видно. По ночам, говорит Алексей, иногда срабатывала сигнализация. От кошек, собак или реагировала на проезжающий мимо транспорт. Так было и в тот раз. Алексей вышел на балкон, вроде все спокойно. Отключил сигнализацию и лег спать. Но следующее утро оказалось недобрым. Подойдя к машине, он обнаружил, что разбито лобовое стекло, помято дверца, поцарапано крыло. Кто и зачем мог это сделать? Автовладелец недоумевает. Ни один взрослый адекватный человек не такой никак не способен по большому счету. Ну бывает там, да, где-то там колесо спустят, если не так припарковался, да, на что-то и место. Ну чтобы до такого доходило. А если уж так машина мешает, вот давно мода пошла под лобовое стекло, вешаный номер телефона. У меня висит уже третий год. То есть бывает случай, на самом деле, поставишь где-то так вот во дворе в чужом. Неправильно припаркуешься, позвонят, скажут, уберите, пожалуйста, машинку там, надо выехать. Не вопрос, выходишь, отгоняешь, все, проблем никаких. Увидев повреждения, Алексей долго раздумывать не стал. Вызвал полицию, написал заявление. И обратился за помощью к друзьям и знакомым в социальных сетях. Ребят, нужна помощь. Сегодня ночью в районе половины двенадцатого во дворе дома номер семь по улице Братской была разбита машина Ниссан Альмера, черного цвета. Разбито лобовое стекло, помята задняя левая дверь и крыло в районе люка бензобака. По кузову били ногой, втекло, либо кулаком, либо бутылкой. Сосед видел двух парней, но в темноте признаков никаких. Подобными обращениями автолюбителей и видео, на которых запечатлены автовандалы, мир интернета переполнен. Достаточно набрать в поисковике слово «автовандалы», и в результатах можно увидеть сотни видео, где хулиганы разбивают стекла, фары, мнут двери, капоты и крыши машин. Ущерб от таких набегов исчисляется десятками тысяч рублей. Даже устранение царапин от гвоздя или обычных ключей, которыми орудуют недоброжелатели, обойдется недешево. Еще один зареченский автовладелец, Павел, тоже подсчитывает ущерб. Чем мог кому-то помешать его автомобиль, до сих пор недоумевает. Машина стояла на проезжей части и никому не создавала помех. Вышел прогуляться, как всегда посмотрел, в порядке ли автомобиль, заметил на нем царапины, подошел ближе, увидел, что она и не одна, несколько царапин, повредили всего четыре элемента. Как бы получается так, что из-за ничего мне сейчас предстоит недешевый, так скажем, ремонт. Версий, кто мог повредить его автомобиль, у Павла много, но все они сводятся к одному. Это сделано не от большого ума. Мы обратились к психологам за разъяснениями, что же может вызвать такую агрессию у человека. Прежде всего, это может быть чисто физиологические, какие-то генетические предрасположения, какие-то, ну даже, может быть, заболевания. И, во-вторых, есть еще и среда, в которой этот подросток, ну сейчас мы говорим о подростках в основном, формируется, начиная от семьи. Если в семье потребность вылить свой гнев, она никак не контролируется социальными способами, да, она просто выливается наружу. И алкоголь и наркотики, они, прежде всего, действуют на кору головного мозга, они снимают запреты, они снимают, как бы, приличия, правила какие-то. И вот этот, опять-таки, гнев нерегулируемый. Алкоголь, наркотическое опьянение или просто желание кому-то отомстить. Факт остается фактом. Парковать автомобили на улицах Заречного становится небезопасно. По словам сотрудников правоохранительных органов, за полгода в отдел полиции поступило 40 обращений горожан, связанных с порчей машин хулиганами. Как правило, повреждение автомашины носит незначительный характер, и, следовательно, ответственность за такое повреждение будет административной. Есть одно, это поджог автомашины, по данному факту возбужденного права дела проводится расследование. Согласно разъяснению Верховного суда Российской Федерации, значительность ущерба расценивается, это субъективное мнение следователя, судьи, дознавателя, прокурора. В зависимости от совокупности ряда признаков, в том числе и материальное положение потерпевшего изучается органом дознания, изучается, значит, стоимость восстановительного ремонта и соотношение материального положения к стоимости восстановительного ремонта. По всем заявлениям автовладельцев, полиция Заречного проводит проверки. Пока злоумышленники не задержаны, поэтому полицейские призывают горожан проявлять бдительность и сообщать обо всех фактах противоправных действий в дежурную часть. А автолюбителям по возможности хранить машины на охраняемых стоянках, в гараже или же, в крайнем случае, на освещенных участках улицы, с включенным в дежурный режим видеорегистратором. В Пензенской области готовы установить рекорд. В этом году, 1 сентября, пойдут в школу около 13 тысяч первоклассников. Об этом сообщила министр образования Светлана Копешкина. Всего же, по предварительным данным областного министерства образования, в предстоящем учебном году в школах области будут учиться более 112 тысяч детей. В Заречном были готовы принять в первый класс около 550 первоклассников, но родители 70-ти дошколят решили на год отложить поступление в первый класс. На основании этой информации ряд СМИ сообщили, что зареченские школы не добирают учеников. А значит, и часть педагогов останется без работы. Насколько сообщения обоснованы, и не только в преддверии Дня знаний, мы говорим с начальником департамента образования Заречного Еленой Аникиной. Елена Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю вас с началом учебного года. Ну и хотелось бы вначале, наверное, спросить. Вот говорят о том, что в зареченских школах недобор первоклассников. Так ли это? Потому что на ряде пензенских сайтов появилась такая информация, и говорят, что департамент образования по этому поводу бьют тревогу. Что скажете? Тревогу мы не бьем. Вы не первый человек, я удивлена, почему не первый человек, который задает этот вопрос. Первоклассников хватает, все хорошо. Конечно, мы ожидали их чуть больше, но я понимаю родителей, которые приняли решение оставить ребенка еще на год в детском саду. Все классы, которые мы планировали открыть первые, мы их открываем. И сколько вот в этом году будет первоклассников? На сегодняшний момент 499 человек. Ну вот мы сейчас находимся в 220-й школе. Сколько первоклассников 1 сентября принимает вот эта школа? Насколько я обладаю информацией, эта школа принимает два первых класса. Причем в этом году решено было набрать в соответствии с модным течением класс, в котором будут обучаться только девочки. Он укомплектован, и мы с удовольствием ждем первоклассников. Но мы этот класс посмотрим, да, Сидина? Обязательно. Хорошо, но пока мы идем, хотел бы еще один вопрос задать. Вот сейчас накануне 1 сентября все школы проверили, все комиссии, пожарные проверили. Какие выводы были сделаны, какие, может быть, стороны, аспекты обратили внимание? Ну, год от года требования надзорных органов ужесточаются, это понятно. Ужесточаются требования к пожарной безопасности в местах массового пребывания детей, мы таковыми и являемся. Ужесточаются требования по проведению мероприятий, связанных с ограничением доступа в образовательные учреждения. Комиссии посмотрели все учреждения, акты все подписаны, все учреждения готовы к новому учебному году. Что вот в этом учебном году появится в школах, может быть, вот из тех вот нововведений, которые... Ну, мы по-прежнему участвуем во всех программах, по-прежнему идет программа модернизации, мы получили и продолжаем получать новое оборудование в школах, образовательный процесс не стоит на месте, он, конечно, должен быть оснащен современными материалами и оборудованием, это так. По-прежнему мы участвуем в ремонтировании пищеблоков, это больше касается детских садов, потому что эти школы мы, слава богу, уже отремонтировали. Мы рассчитываем на то, что в этом году получим дополнительные наборы учебной литературы в библиотеке, комплекты электронного оборудования. Мы будем продолжать работать над тем, чтобы довести ремонт всех учреждений до конца. Ну, что могут заметить школьники 1 сентября, когда придут в школы? Какие изменения, видимые им глазом? Ну, вообще мы все готовились, конечно, и наводили чистоту, и пытались подкрасить, и подбелить, и обновить все, безусловно, помещения, которые есть в учреждениях. Ремонтировались классные кабинеты, ремонтировались туалетные комнаты. Проведены все мероприятия по подготовке для первоклассников в помещении, это тоже факт. Ну, я думаю, что каждый ребенок в каждой школе отметит существенные изменения. Ясно. Ну вот мы сейчас подходим к классу, это как раз, наверное, тот и есть, тот самый класс, о котором мы говорили. Ну, невооруженным глазом видно, что это девчачий класс, не так ли? И цвет такой розовый. И цвет подобрали специально, да, это как раз тот класс, который подготовлен для того, чтобы принять первый класс, где будут учиться только девчонки. А в чем необходимость вот такая вот разделение? Ну, знаете, когда мы объявили о наборе в такой, ну, это... Тоже эксперимент какой-то или что? Нет, ну, вряд ли... Как с кадетами что-то такое? Ну да, как с кадетами, то есть это направленность определенная. Бывают девочки и семьи, которые нацеливают девочек на семейное воспитание. И очень хотят, чтобы девочки были хорошими хозяйками, достойными мамами, чтобы они владели всеми навыками образцовой хозяйки. Мы решили попробовать это им предложить. Ну и кроме того, есть классическое женское воспитание, когда девочкам преподается пластика, преподается риторика, преподаются иностранные языки. Ну, что издавна считалось, в общем-то, направлением для женского обучения. Мы решили это попробовать. И вы знаете, даже те мамы, которые решили оставить своих девчонок в детском саду, именно из-за боязни озорников мальчишек, решили привезти их к нам. Это хорошо. Ну вот если говорить вот об отличиях этого класса, какие предметы будут изучать девочки? Ну, учебный план стандартный, то есть все основные предметы будут также изучаться, несомненно, программа будет проходиться. Ну вот я назвала уже ряд предметов, плюс планируется девочек оставлять и работать с ними в режиме полного дня, то есть во второй половине дня им будет обеспечиваться дополнительное образование, программа дополнительного образования, связанная с домоводством, ритмикой, риторикой, ведением беседы и так далее. Ну а в других школах есть, были какие-то нововведения? Ну, у нас по-прежнему остаются кадеты. Мы очень горды тем, что у нас сохранены, наверное, у единственных среди муниципалитетов Пенинской области коррекционные классы в полном объеме. У нас по-прежнему работают классы в 222-й школе с художественно-эстетической направленностью. Мы набираем спортсменов в 218-й школе. Ну, в общем, профиль мы стараемся сохранить и развить, и я думаю, у родителей будет выбор. Ну, а что касается школьной формы, это такой вопрос больной, постоянно он у родителей на слуху. Нет, ну, у родителей он на слуху, и большая часть родителей приветствует введение школьной формы. Мало приветствовать, нужно принять решение. Решение необходимо принять на родительском собрании, и это решение закрепляется протоколом, и после этого принимается решение о выборе школьной формы, о закупке централизованной школьной формы и так далее. Другое дело, что, в общем-то, хотелось бы, чтобы эта школьная форма была единая хотя бы в одной школе, ну, чтобы они не были все в разном цвете, да, хотя сейчас огромное количество различных моделей, выбора для моделей школьной формы, но нам бы, конечно, хотелось, чтобы она была единая. Для этого, на наш взгляд, существует ряд существенных ограничений. Ну, 44-й закон требует, чтобы мы определяли поставщика постоянно, а это может быть совершенно разный поставщик, поэтому о каком-то едином виде школьной формы здесь говорить не приходится. Плюс мы должны думать о льготных категориях граждан, это многодетные семьи, это семьи с небольшим достатком и так далее, которым тоже нужно помочь. На сегодняшний момент механизм компенсации затрат на приобретение школьной формы, либо какой-то иной механизм не разработан. Мы готовим предложение на этот счет и хотели бы обратиться в Министерство образования, так как требования к школьной форме определены законодательством, в соответствии с полномочиями субъектами. Ну и напоследок, впереди 1 сентября, понедельник, что ждет первоклашек? Как вы их будете поздравлять? Какая программа на этот праздник? Это будет большой праздник. Конечно, сначала мы будем ждать их в школах, и мы очень рады 10 часов утра видеть их нарядными и красивыми во дворах своих образовательных организаций. Потом будут большие праздники по всему городу. Мы можем предложить как для первоклашек, так и для всех остальных учеников разнообразие дополнительного образования. Если малыш еще не определился, мы готовы ему помочь и показать, что из дополнительного образования у нас в городе есть, и где мы его 2-го, 3-го и дальше сентября будем с нетерпением ждать, для того чтобы предложить ему свои услуги. Потом будут праздники. Праздник будет и в парке, праздник будет в ДК «Современник», на стадионе. То есть весь город будет ждать своих учеников для того, чтобы поздравить их с первым сентября. Я знаю, что и вы ждете, и тоже будете для них готовить свой праздник. Поэтому я думаю, что все сложится. Ну что ж, Елена Васильевна, большое спасибо. Удачи вам и вашим коллегам в новом учебном году, и чтобы ваши ученики получали только хорошие и отличные оценки. Спасибо большое. Спасибо. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Смотрите во второй части программы. Будущие первоклассники. Я иду сегодня в школу, это вам не детский сад. 1 сентября в первые классы поступят около 500 детей. Объявляем конкурс «Первокласска-2014». Пока дошколята разучивают стихи, родители подсчитывают расходы. На констовар у нас где-то ушло порядка около 2000. Сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Погет для учителя, ну, в пределах, может быть, 500 рублей. Заречный до нашей эры. Это действительно было что-то глобальное. Кто жил на территории города тысячу лет назад? Здесь находится памятник федерального значения. Какие сокровища скрывают земляные пласты? Захоронение находилось на месте вот этой клумбы. Первый раз – первый класс. ТРК снова радует вас. В День знаний на площадь ДК приходи, участвуй в конкурсе и победи. Стишок на камеру ты расскажи, улыбку, обаяние всем покажи. И пусть голосуют за тебя на город Z.info все друзья. Ждут первоклассник, призы и подарки. И впечатлений множества ярких. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Быть ли в Заречном храму, зависит от каждого из нас. Поддержите доброе начинание. Внесите посильную лепту в возведение храма Рождества Христова. Пожертвования можно опустить в жертвенные кружки или перечислить средства на расчетный счет. Построим храм всем миром! Клашка 2014 Спонсоры проекта Торгово-развлекательный центр Дубрава Студия красоты Даниана Розничная сеть Планета Канцелярия Студия цветочного дизайна Твой Букет Отличная новость! Магазин Прайм стал еще больше! Теперь вы можете выбрать электронику и технику в одном месте. Торговый центр Дубрава, второй этаж, над гипермаркетом «Магнит». Сколько стоит собрать ребенка в школу? Эксперты подчитали, что в 2014 году подготовка российского первоклассника к школе обойдется в среднем от 15 до 30 тысяч рублей. Хотя каждый родитель пытается решить эту проблему максимально экономично, не покупая ничего лишнего. Канцелярские принадлежности, школьная спортивная форма, сменка. Можно ли сэкономить на подготовке ребенка к школе? И как ничего не забыть? Расскажем прямо сейчас. Софья Лешина уже готовит портфель к школе. Практически каждый день она перекладывает школьные принадлежности и проверяет, все ли на месте. Готовится к первому сентября она основательна. Это и не удивительно. Софья – первоклассница. В этом году она впервые переступит порог учебного заведения. Волнуешься? Очень. Почему? Потому что я иду первый день и очень сильно-сильно волнуюсь. У меня есть финал, тетрадки. Еще что в школу с тобой возьмешь? Рюкзак. Еще учебники, ручки, карандаши, краски. Это только начало списка покупок к первому сентября. В отделах с констоварами до сих пор очереди. Последние дни перед первым сентября родители буквально опустошают полки со всем необходимым для учебы. Каждый день буквально, начиная с первого сентября, когда даже те, кто, казалось бы, закупились уже канцеляркой, думают на весь учебный год, первого сентября они все опять пойдут в наши магазины, потому что канцелярский товар для школьника – это то, что нужно каждый день. Ручки, карандаши, краски, альбомы. Чем ближе день знаний, тем меньше родители обращают внимание на ценники. На подготовку любимых чад к школе не скупятся. Сколько уже потратили? То есть вот в какую сумму обходится? Ну, у меня их двое, я же потратила около двух тысяч на них. Понятно. А что купили, что покупаете? Что нужно сейчас с детям в школу? Ну, сейчас нужны учебники, вернее, тетради. Разные ручки, карандаши, фломастеры, краски. Все это обходится в кругленькую сумму. Сейчас очень разные выборы, глаза разбегаются, не знаешь даже, что купить. Все красиво и все интересно, и все им хочется. Родители Софьи Лешиной считают, что обошлись малой кровью. На подготовку любимой дочки к школе ушло порядка 12 тысяч рублей. В эту сумму входит и стоимость школьной формы, сменные обуви, спортивные одежды. Для нашей семьи это было не очень сложно. Мы начали подготовку уже с весны, приобрели форму. Буквально летом во время каникул съездили, купили канцелярские товары. Но если делать это не в последний день, то, в принципе, это все возможно. Еще один важный атрибут – букет для первой учительницы. Цены на цветы особо не кусаются, но и скромными их не назовешь. Цены от 350 рублей и выше. Ну, букет для учителей, скажем так. Ну, букет для учителей, ну, в пределах, может быть, 500 рублей. Самые такие богатые, скажем. Букеты в основном выбирают на сами первоклассники. Букеты выбирают солнечные, праздничные, яркие. Цвета выбирают желтые, сиреневые, с сочетанием красного, розового, оранжевого. Такие яркие весенние цвета. У первоклассника Артема Степкина готовность к школе стопроцентная. Даже букет для первой учительницы уже ждет своего часа. И четверостишая про школу отскакивает от зубов. Отчего же я веселый и одет как на парад. Я иду сегодня в школу, это вам не детский сад. К выбору стиха к началу учебного года подошел со всей серьезностью. Вместе с родителями нашел несколько вариантов и потом выбрал подходящий. Ну, мы и сначала, а потом учили второе. Второе было еще для меня сложно. И мы вот выбрали и первое рассказывать. Долго учил? Нет. Ну, сколько приблизительно? Ну, где-нибудь 42 секунды. Или 42 минуты. Четверостиший будущий первоклассник выучил специально к первому сентября. А только рассказывать его Артем будет не на праздничной линейке в школе. Вместе с родителями будущий школьник собирается в День знаний на Фонтанную площадь Дворца культуры «Современник». Там 1 сентября стартует конкурс телерадиокомпании «Заречный». 1 сентября – это праздник. Праздник вступления в новую жизнь. Праздник вступления на путь к знаниям. И нам очень хочется, чтобы этот праздник запомнился нашим зареченским первоклассникам надолго. Именно для этого мы и объявляем конкурс «Первокласска-2014». Принять участие в нем могут все первоклассники. Нужно выучить стихотворение, рассказать его, сфотографироваться, а дальше ждать результатов голосования. 3 сентября фотографии и видеоролики участников конкурса появятся на портале «Город-Зет». Победителей мы будем определять двумя способами. Во-первых, свое слово скажет жюри. Жюри, состоящие из известных людей нашего города. Ну и затем свое слово могут сказать телезрители. Победители будут определяться в двух номинациях. Ну, во-первых, это «Первоклассник-2014» – «Мальчик». И, разумеется, «Первоклассница-2014». Это самая лучшая девочка. Побороться действительно есть за что. К примеру, один из спонсоров конкурса «Книжный магазин «Феникс» дарит победителю сертификат. С его помощью вы можете приобрести детскую литературу «Выбор ее огромен», развивающие игры или наборы для творчества. В общем, все, что пригодится не только в учебе, но и в досуге ребенка. В числе презентов для победителей – подарочные наборы, сертификаты на всевозможные покупки, образовательные услуги и многое другое. Родные Артема Степкина уверены, что он обязательно сумеет отличиться и не останется без подарков. И папа, и мама, и бабушки, и дедушки, и старший брат будет. В общем, все будем голосовать, все за него будем переживать. 1 сентября для первоклассников будет насыщенным. Их будут развлекать на всех городских площадках – в Центральном парке, во Дворце творчества детей и молодежи, в Центре здоровья и досуга, и, конечно, во Дворце культуры «Современник». Там, на Фонтанной площади, будем ждать первоклассников и мы. 1 сентября в 12 часов. Специально для них мы начинаем конкурс первоклассники 2014. О том, что еще произошло в городе, расскажем в коротком дайджесте. Организовать парковку за 218-й школой. Это предложение высказали участники боезного совещания во главе с первым заместителем главы администрации Виктором Шошкиным. Асфальтированная площадка здесь уже есть. Дальше ждать нечего. На самом деле, почему бы здесь не сделать стоянку для всех дворов? И официально выгнать всех из дворов, вот сюда поставить. Здесь встанет порядка, наверное, полусотни машин. Зареченские экологи предложили горожанам распаковаться. Специалисты управления природными ресурсами рекомендовали заменить пластиковые пакеты бумажными или хозяйственными сумками из ткани. Мы сшили такую символическую большую холщовую сумку, на которой можно самим разрисовать, самим нарисовать что-нибудь на память. И дома также шить уже настоящую сумку и самим ее разукрасить, разрисовать как кому угодно. Я привлекаю зареченцев, чтобы они имели хорошие, экологически чистые пакеты, а не вот эти вот пакеты. Для этого я наряжена в них. Концертом открыл 52-й творческий сезон Дворец культуры «Современник». Три десятка коллективов готовы принять новых воспитанников и вновь радовать зареченцев своим искусством. Все наши коллективы вступают в бой в новый творческий сезон. Все полны планов. За лето много сделано аранжеровок, вариантов новых танцев, песен и так далее, и так далее. Поэтому все коллективы готовы к новому творческому сезону. Рабочая группа по приемке дорог проинспектировала капитально отремонтированные подъездные пути к городу со стороны Ахунска, Центральной и АЭМ Проходных. Серьезных претензий к подрядчику у специалистов нет. У нас дороги еще не все приняты. Будем такие рейды продолжать. Они у нас были, есть и будут, так скажем. И после того, как уже все замечания, которые выданы нашей комиссией, устраняются, тогда уже происходит оплата 9 лет за те дороги, которые отремонтировали, в котором люди уже ездили. В Заречном прошла августовская конференция работников образования. Педагоги определили основные задачи на предстоящий учебный год. Мы в этом году говорим об успешности. Это напрямую связано с внедрением нового образовательного стандарта, как дошкольного, так и начального, основного образования. Мы говорим о профессиональном стандарте педагога. Все это так или иначе связано с тем, что дети могут реализовать свои возможности максимально. В детском оздоровительном лагере «Звездочка» завершилась последняя четвертая смена. Юные спортсмены вернулись в Заречный. В лагере они не только отдыхали, но и усиленно тренировались. Очень было интересно, понравились все конкурсы. Немножко уставало от тренировок, но все же я могла отдохнуть в какие-то моменты. Для кого-то эта неделя – это большой смысл, для нас это привыкло одним махом. Было очень интересно достаточно, нам повезло с погодой. Тренировочный процесс у нас шел согласно плану нашему. Дети, подводя итоги, мы сейчас по окончании лагерной смены, посмотрели, что многие спортсмены, даже больше все, практически повысили свои физические качества. Стали ногу сильнее, быстрее. То есть я считаю, что эта лагерная смена прошла не зря для них и для нас. Члены участковых избирательных комиссий сели за парты. В рамках подготовки к выборам в депутатах собрания представителей Заречного 6-го созыва прошел большой обучающий семинар. Зареченские пожарные завоевали право на участие в зимнем чемпионате по пожарно-прикладному спорту. Среди спецподразделений, который состоится в Зеленогорске. Путевку на чемпионат команда получила, успешно выступив на всероссийских соревнованиях в Новоуральске. Готовиться к новым рекордам зареченские гимнастки будут на профессиональном покрытии. В зале, где занимаются спортсменки, установили новый гимнастический ковер. Нам очень приятно и очень радостно, что наконец-то совершился этот факт, что нам приобрели новый ковер. У нас наконец-то появилось две полноценные площадки, на которых мы можем работать и готовиться к соревнованиям. От дел сегодняшних к делам минувшим. История Заречного насчитывает только шестой десяток. Однако, выяснили ученые, люди здесь жили задолго до нас. Когда в 50-х годах прошлого века сюда пришли строители, места казались безлюдными. На месте города был непроходимый лес и болото. Но когда началась интенсивная застройка, стало ясно, здесь были древние поселения. Рабочие то и дело находили под ковшом бульдозера то глиняные черепки, то диковинные вещицы из металла. В 60-х годах находками заинтересовались археологи. Тогда на территории города провели первые раскопки. Часть находок представлена в городском музее. Найденные крупицы помогли ученым восстановить жизнь и быт людей, живших здесь тысячелетия назад. О том, чем занимались зареченцы, в то время, когда князь Владимир крестил Русь, знает Ксения Тризна. Дом номер 38 по проспекту 30-летия Победы. Первые жильцы заселились сюда в 2008 году. А буквально в нескольких сотнях метров находится место, где люди жили еще во втором тысячелетии до нашей эры. Это Ахунское городище. Для сравнения, в эту эпоху вавилонский царь Хамурапи только начинал задумываться о своих знаменитых законах. Откопанный в 1922 году и тем прославившийся египетский фараон Тутанхамон еще не взошел на трон. Погибала минойская цивилизация на острове Крит, а величавой Древней Греции еще не было и в помине. А люди на территории современного Заречного жили, строили городище, то есть поселение с оборонительными сооружениями. И делали это на совесть и с пониманием. Там уникальная система укреплений. То есть это валы и рвы, которые были построены, можно сказать, достаточно примитивными орудиями. То есть показывает на то, сколько труда было вложено в это. И по сути, даже после прошествия нескольких тысячелетий, мы можем наблюдать, что это действительно было что-то глобальное. Простояли эти укрепления очень долго. Ахунское городище не утратило своей актуальности и в 8-11 веках нашей эры. Хотя люди на тот момент успели расселиться по территории Заречного и Пензенской области. Условным центром это было все именно городище, Ахунское городище, где люди в этот период времени постоянно не жили, но в случае опасности они именно там укрывались. Раскопки на территории нынешнего 18-го микрорайона начались еще в 60-х годах прошлого века. За это время археологи успели найти множество артефактов, а городищу был присвоен статус исторического памятника федерального значения. О чем теперь и говорит недавно установленная информационная надпись обозначения. Эта информационная надпись обозначения соответствует установленному проекту. Особенно хочется отмечить значимость вот этой информационной надписи обозначения, потому что она не только первая и единственная в Заречном, в Пензенской области, но и в Приворском федеральном округе. Она будет информировать жителей и гостей города о том, что здесь находится памятник федерального значения. Во-вторых, она несет и такую сообразную предупредительную информацию о том, что за любое посягательство на этот памятник предусмотрена законодательством Российской Федерации ответственность уголовная, административная. Археологи нашли здесь остатки лепной посуды, так называемую рогожную керамику и другие предметы утвари. Находок могло быть и больше, если бы ученым удалось обнаружить хотя бы один могильник. Именно в захоронениях собирают самый богатый урожай утвари, элементов костюма и прочих предметов старины. Ученые предполагают, что могильники могли быть разрушены во время строительных работ в 18 микрорайоне. Есть даже версии, что захоронение могло находиться на месте вот этой клумбы. Ахунское городище – не единственное место в Заречном, где дела давно минувших дней выходят на поверхность. Весной 2014 года в 18 микрорайоне начались новые раскопки. Место никто специально не выбирал. Здесь собирались строить многоквартирный дом, а нашли археологический памятник. Поселение назвали Зареченским первым селищем. Толщина культурного слоя увеличивается к оврагу. И мы видим значительное увеличение фрагментов керамики. И сам уровень до материка, уровень культурного слоя, значительно выше. То есть явно то, что здесь определенно жили люди. Все находки датируются 8-11 веками и явно говорят о том, что здесь жили мордовские племена. Археологи нашли так называемые сюлгамы – застежки фибулы, которые использовала только мордва. Вообще ювелирное ремесло на территории Заречного было развито. Причем занимались им в основном женщины. Сами себе мастерили украшения, не отвлекая мужей от важных хозяйственных дел. Из украшения тут, интересно, здесь вот эта крестовидная подвесочка. Это как раз к 8-11 веку тоже относится. Ряд исследователей предполагал то, что, судя по находкам их в могильниках, их носили исключительно дети. Ну, со временем как бы от этой теории отказались. Но всевозможные подвески, бляшки, кулоны, перстни несли не только декоративную функцию. Многие имели определенный смысл и назначение. Например, так называемая нагрудная бляха с дверцей. Когда человек умирал, ну, это как бы чисто погребальное украшение. Вот она, ну, судя по названию, как раз ложилась на грузь. Вот эта дверца, она открывалась как бы для того, чтобы вылетела душа человека. О том, что первые жители тогда еще не существовавшего Заречного все делали своими руками, говорит найденный инструментарий. Тигли, льячки, специальные ковшики для разливания расплавленного металла. А вот сельским хозяйством здесь практически не занимались. В лесу легче жить охотой и собирательством. И археологические находки в этих раскопах буквально под ногами. Вот этот вот фрагмент острореберной посуды, вот как раз такая посуда, характерная для 8-го и 11-го века. Почему она называется вообще острореберной? Потому что вот как бы тут фрагмент ребра сохранился, правда, не полностью. То есть вот она имела такой четко выраженный изгиб. Но любые раскопки – это, по сути, разрушение археологического памятника. Так что международные правила и стандарты рекомендуют без крайней необходимости ничего не трогать, а ждать до лучших времен. Со временем появятся новые методы в археологии, которые, как мы надеемся, позволят без вскрытия культурного слоя изучать археологические памятники. Все, что зареченским археологам удалось найти, а это не только украшения и инструменты, но и монеты, свидетельство того, что первые зареченцы торговали со своими соседями, наконечники стрел, шейные гривны, изделия из рога сейчас находятся в музейно-выставочном центре. Так что каждый может прийти и увидеть все своими глазами. Наш город еще молод, но он хранит древние секреты и память о давних временах. Стоит только присмотреться, и прошлое покажется из-под земли. Кто знает, может быть, этот камень, который на первый взгляд кажется обычным булыжником, в руках археолога заговорит и поведает о многом. На сегодня это все. Я с вами прощаюсь на неделю. Итоги, как всегда, подведем в субботу в 19.30 на канале «Заречный». Всего доброго. С нами вы всегда будете знать, что нужное рядом. Это наш рекламный проект. Все об услугах и товарах, о которых вы слышали, но не знаете, где получить. Время консультации ежедневно.